Приветствуем, друзья, на библейском портале Экзегет ответы на ваши вопросы. Моя дочь-подросток курит, что делать? Ну, конечно, кается, что не смогли воспитать в ребенке отчуждение, какую-то невосприимчивость к этим соблазнам мира. Очевидно, что дурные примеры возымели над ней власть сильнее, чем сила благочестия, которая не смогла быть нами привита в детском возрасте. Поэтому, получив некоторую свободу, чуждое рассуждение добра и зла, дитя втянулось, несомненно, вредоносную привычку никотином изгонять из своей души Божью благодать. Это не только разрушение телесное, говорят, опытное, что именно место Божьей благодати никотиновый дым занимает в душе человека. Понятно, что благодать и дым разных природ. Та божественной, небесной, духовной — это земной, дымный, никотиновый, осязаемый, измеряемый. Но, тем не менее, таково же свойство этого медленно действующего яда никотина, что он повреждает не только телесный, но и душевный состав человека, затуманивая его самую способность мыслить, молиться, делая его заложником каких-то особых ощущений, сообщаемых куревом, и таким образом держа в капкане невысоких, низких, плотских чувств. Что теперь делать? Конечно, проводить беседы, конечно же, подсказывать о том, насколько вредоносно для девушки эта никотиновая отрава для ее будущего материнства, для ее свежести кожи, ясности глаз, белизне зубов, приятности дыхания. Все это оскверняется этими мерзкими средствами задымления организма. Стоит дать ей почитать формулировки святого праведного Иоанна Кронштадтского о том, как близок к вечным мукам тот, к вечному огню, тот, кто дышит этим огнем наподобие змей Горыныча, и спуская из ноздрей, из уст, из ушей этот зловонный дым, конечно, нужно продолжать как-то трудиться, может быть, поискать какие-то медицинские средства, кроме леденцов и рисок, которые могли бы посодействовать преодолению зависимости, которая, как я понимаю, уже возникла. Не надо опускать руки, но главное средство — это покаяние. Если не окончательно отчуждилось дитя ваше от храма Божьего, сделайте все возможное, чтобы почаще она бывала там, искренне исповедуясь, в том числе и в этом мерзком грешочке, курении. И тогда Господь, в виде искренности ее раскаяния, несомненно, поможет преодолеть эту совершенно никчемную, вредоносную привычку. Субтитры создавал DimaTorzok